Всем привет, друзья! Я знаю, что кто-то из вас любит Apple, кто-то ненавидит, но согласитесь, что путь, который прошла компания, весьма интересен. И сегодня я предлагаю вместе со мной его проследить от самого начала до нашего времени. Поехали! В 1976 году Apple выпустила свой первый компьютер, Apple I. Опытный образец был собран Стивом Возником в гараже из подручных средств, и благодаря мастерству продавать Стива Джобса, Apple удалось получить заказ на партию таких машин. Внутри деревянного корпуса располагалась печатная плата, в которой отдельно требовался монитор и кассетный проигрыватель для считывания программного обеспечения. Затем в 1977 году был выпущен Apple II. Первый компьютер Apple, который поступил в серийное производство. Было собрано до 6 миллионов машин. Частота процессора и объём оперативной памяти остались такими же, как и у Apple I. 1 МГц и 4 килобайта соответственно. Но во многом он был первым взять хотя бы цветной логотип Apple, который впервые появился на этой модели, чтобы подчеркнуть поддержку цветной графики. В 1978 году для замены неудобного во всех отношениях интерфейса с использованием кассетного магнитофона Стивом Возником был разработан Диск 2, который использовался в компьютерах серии Apple II. В 1980 году появляется модель Apple III, однако она с треском проваливается на рынке. Возможно, одной из причин этому послужило отсутствие в списке разработчиков Стива Возника, который в тот период занимался исключительной доработкой Apple II. И чтобы вновь выйти на первое место среди участников рынка, Apple разработала компьютер Лиза, который был выпущен в 1983 году. Считается, что Стив Джобс назвал компьютер в честь дочери Лизы, однако официальная Лиза расшифровывается как Local Integrated Software Architecture. Проект не принёс существенного коммерческого успеха, однако в числе заказчиков числилась такая организация, как NASA. Кроме того, в том же 1983 году в продажу поступил контроллер-мышь, такой знакомый нынешнему пользователю и такой неизведанный в те времена. Использовалась мышь и в первом компьютере линейки Macintosh, который вышел в 1984 году и стал одним из первых персональных компьютеров, в котором использовался графический интерфейс пользователя. Также в апреле 1984 года Apple выпустила Apple II C в качестве портативного варианта Apple II. Это был цельный модуль из системного блока, монитора и клавиатуры. Данная модель даже снабжалась ручкой для переноски. В 1985 году вышел Macintosh XL, в 1986 Macintosh Plus, в 1987 Macintosh SE и Macintosh 2, а в 1989 на рынке появился Macintosh Portable, первый ноутбук от Apple. Кстати, именно с помощью Macintosh Portable было отправлено первое электронное сообщение из космоса. После этого Apple занималась в основном выпуском новых модификаций Macintosh вплоть до 1998 года. Однако и в этот промежуток времени вышла парочка интересных новинок. Например, таковой стала серия Macintosh PowerBook, выпуск которой был начат в 1991 году и продолжался попутно улучшаясь аж до 2006 года. Или Apple Newton, устройство, которое мы бы сейчас назвали карманным компьютером. На самом деле он в обычный карман не помещался, что в известной мере послужило причиной отсутствия коммерческого успеха данной разработки. Эти устройства продавались с 1993 по 1998 год. Или же Apple 20 Anniversary Mac, компьютер с нестандартным форм-фактором, выпущенный Apple в 1977 году в честь своего 20-летия. И наконец, спустя годы улучшения Macintosh, в 1998 году выходит iMac G3. Первый компьютер всё в одном. Оригинальная компоновка и приятный дизайн не могли не обеспечить коммерческую успешность для данной разработки. 1999 год ознаменовался выходом Power Macintosh G3 и ноутбука iBook из той же серии. В 2001 году вышел первый музыкальный плеер от Apple – iPod. В 2002 году Apple презентовала iMac G4. В 2003 – iBook G4, PowerBook G4 Aluminium и PowerMac G5. В 2004 выходит iPod Mini и iMac G5. В 2005 линейку iPod пополнили модели Nano и Shuffle, а также вышел Mac в миниатюре, получивший обозначение Mac Mini. В 2006 году серии iBook и PowerBook заменила серия MacBook. В 2007 стал годом выхода iPhone, iPod Touch и Apple TV. В 2008 линейку MacBook пополнила облегчённая модель Air. В 2010 вышел iPad. В 2015 на рынке появились смарт-часы Apple Watch. В 2018 HomePod – беспроводной смарт-динамик, снабжённый голосовым управлением. В неоднозначной со всех точек зрения истории Apple нашлось место и для резких взлётов, и для чувствительных падений. Объёмы продаж выросли с 200 штук до многих и многих миллионов экземпляров. Бренд Apple известен во всём мире. Очевидно, что сейчас компания снова на волне своего успеха. Когда этот успех закончится и закончится ли вообще, покажет только время. А мы можем лишь ждать очередных презентаций, после которых восторгаться новым разработкам. Или с недоумением смотреть на тех, кто восторгается. Решает каждый для себя. А на этой ноте я, пожалуй, закончу. Огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока.